Доброе утро всем трейдерам, кто нас смотрит. Мы продолжаем разбирать фундаментальные составляющие основных мировых валют. На сегодня мы выясним основные уровни поддержки и сопротивления по мажорным парам, дадим оценку макроэкономического фона вторника, а также, что нам следует ожидать от сегодняшней торговой сессии, которая обещает быть высоковолатильной, особенно под конец завершения американской и европейской торговой сессии. Начнем мы с сырьевого рынка. Главной новостью для черного золота стала публикация нефтяного института США по запасам. Так, предыдущее значение составляло падение запасов на 3,560,000 баррелей, тогда как фактическое значение указало на рост запасов в размере 1,518,000 баррелей. Данная статистика оказалась немного неожиданной, так как прогнозные значения были куда более пессимистичными, вследствие чего актив сдвинулся вниз и преодолел 50 пунктов за 10 минут, тем самым пробив важный психологический уровень поддержки, который был установлен на отметке 49,5 долларов. Сейчас бренд торгуется в районе 49 долларов за баррель, прослеживается повышенная осторожность инвесторов в отношении актива ввиду сегодняшнего заседания ФРС США. Даже если комитет не поднимет ставку рефинансирования, наиболее вероятно, что данное решение будет воспринято участниками торгов как положительный сигнал для дальнейших истребиных взглядов в отношении американской валюты. Как известно, нефть у нас имеет обратную корреляцию к доллару США, поэтому в этом случае мы ожидаем медвежьего настроения на сырьевых площадках. При любом исходе сегодня будет у нас высокая волатильность и, как правило, пониженная ликвидность по всем активам, которые в той или иной степени коррелируют с долларом. Что касается прошедших торгов во вторник, то нефтяные контракты торговались относительно умеренно, дневная волатильность составила порядка 40 пунктов, что совсем немного для данного актива. Однако под конец торговой сессии наметилась медвежья атака, где котировки резко снизились ниже 49,5 долларов за баррель. Открыли фьючерсные контракты по 49,79, закрытие прошло по 49,25. Таким образом, уровень поддержки 49,5 долларов был успешно преодолен. Сейчас перейдем к новостному фону по России. На сегодня намечается выход статистики по ВВП за первый квартал. Напомним, что предыдущее значение было минус 4,1%. По последним подсчетам падение ВВП в текущем году ожидается менее 1%, тогда как в начале года большинством аналитических групп полагалось, что спад достигнет более 1,5%. Положительная динамика, в первую очередь, связана с консолидацией нефтяных котировок возле уровня 50 долларов за баррель, тем самым стабилизировав российскую валюту, а также рост активности иностранного капитала на российских фондовых площадках со стороны инвестиционных фондов. Предполагается, что в 2017 году мы увидим рост ВВП страны на уровне 1,5-1,7% при условии сохранения текущей динамики. Однако есть и определенные риски падения нефтяных котировок. Данный фактор остается, наверное, самым уязвимым для российской экономики. И если цены упадут ниже 40 долларов за марку Урлс, то нас ждет уже совсем другой прогноз. В этом случае значение профицита бюджета в следующем году будет колебаться в лучшем случае в районе нуля. Поэтому говорить о достижении дна кризиса пока что рано. В прошлую торговую сессию валютной пары доллар-рубль, как мы и предполагали, открылась с гэпом в сторону доллара на отметке 65-68 рублей. Закрытие прошло немногим выше на уровне 65-86. Сентябрьские фьючерсы на российский рубль торгуются в районе 67,5 рублей, что выше текущего значения на 164 пункта. И, собственно, говорит о пессимистичных настроениях в отношении валюты в разрезе трех месяцев. Причин на данный момент для укрепления российской валюты не имеется. Котировки по нефти в среднесрочной перспективе придерживаются нисходящего движения. Поэтому основным прогнозом на завтра остается ослабление рубля за отметку 66. Что касается самого популярного валютного тандема евро-доллар, то в сессию вторника мы, наконец, получили долгожданную волатильность после сдержанных торгов понедельника. Ввиду выхода макроэкономических данных, доллар укрепился почти на фигуру относительно евро. По еврозоне промышленное производство за апрель выросло на 1,1%, тогда как в марте показатель у нас составлял минус 0,8%. В годовом выражении рост производства составил 2%, однако на европейскую валюту это никак не повлияло, так как основной новостной фон у нас пришелся по США. Так, индекс экспортных цен упал на 4,5% по сравнению с маем прошлого года. Индекс цен на импорт сократился на 5%, однако розничные продажи за май выросли на 0,5%, а нефтяные запасы повысились на 1,518,000 баррелей. Во вторник пара сходила вниз сразу на фигуру. Связано это в первую очередь с неплохим макроэкономическим фоном по США в сфере активности потребителей, а также ожиданием по решению процентной ставки. Поэтому на сегодня мы ожидаем высокую волатильность пары в момент вынесения решения по ставке от ФРС США в 9 часов вечера по восточноевропейскому времени. Фьючерсные контракты по евро с погашением на сентябрь на Чикагской бирже торгуются по 1,1250, а с погашением на декабрь по 1,1280, что пока еще вселяет некоторую уверенность в росте евро в долгосрочной перспективе. Основным же сценарием краткосрокия остается укрепление американской валюты на фоне постепенного ужесточения монетарной политики. Перейдем к рассмотрению интересных торговых решений по паре доллар-иена. Пара у нас протестировала уровень поддержки 105,7, после чего возобновила коррекционное движение к линии сопротивления 106,5. Учитывая наименьший процент продавцов 33,33, есть основания полагать, что японская валюта продолжит укрепление против американского доллара. Однако из-за предстоящего заседания ФРС США, вероятнее всего, мы увидим высокую волатильность, как минимум, на протяжении часа. Фьючерсные контракты на сентябрь по иене на текущий момент торгуются в районе 105,7 за доллар. Важные уровни, к которым стоит присмотреться, находятся на отметках 106,5 и 105,7. По аусе австралийский доллар наблюдается схожая ценовая динамика. На протяжении четырех последних торговых сессий пара находится в нисходящем тренде. Распределение участников, согласно Кайману, указывает на превосходство продавцов, это 69,2%. Продолжаем придерживаться медвежьего тренда с данным активом. Сентябрьский контракт у нас на фьючерсной бирже в Чикаго идут по 0,7341 австралийских долларов за американский. Важные ценовые уровни, которые стоит выделить, находятся возле отметок 0,7380 и 0,7330. По британскому фунту намечается дальнейший обвал котировок. На фоне выхода данных по ставке рефинансирования в США, в подтверждение данного факта, индикатор настроений Кайман указывает на рост покупателей, это 61,48%. Сентябрьские фьючерсные контракты по фунту торгуются немногим выше спотовых котировок по отметке 41,44. И напоследок, компания Microsoft выкупила хедхантерскую компанию, известную под названием LinkedIn, за сумму в 26,2 млрд долларов, что является крупнейшим приобретением софтверной компании. На этом у меня все. Не забудьте, что сегодня в 9 вечера по стучнеевропейскому времени будет вынесено очередное решение ФРС США по процентной ставке. Всем удачных торгов и до завтра!